Привет всем! С вами Антон Врукаут, и сегодня мы поговорим еще об одной интересной теме. И если честно, то такого количества мракобесия в интернете, как вот по этой теме, я еще нигде не видел. Нет, серьезно, если почитать то, что пишут в интернете на тему того, как набрать массу или как сбросить лишний вес, то просто диву даешься, насколько люди вообще не понимают механизмов, которые за всем этим стоят, либо пытаются продать какие-то свои супер методики из серии диета морковки, когда вам нужно есть только морковку, и вы похудеете. На самом деле все гораздо-гораздо проще, и сегодня я постараюсь рассказать вам о двух вещах основных, зная которые, у вас не будет возникать никаких проблем с изменением своего веса тела. Просто потому, что вы будете понимать, как происходит этот процесс, и что для этого требуется. И начнем с первой вещи, с самой главной вещи, это баланс калорий. Что такое баланс калорий? На самом деле все очень и очень просто. У нас есть, с одной стороны, количество калорий, которые вы получаете в течение дня из еды, с другой стороны, у нас есть количество калорий, которые вы тратите в течение дня на всякие физические активности, движуху и все такое. Вы читаете из одной другое и получаете определенное число. Если вы тратите больше, чем получаете, то у вас дефицит калорий и, соответственно, отрицательный баланс. Если вы получаете больше, чем тратите, у вас профицит калорий и положительный баланс. Что это значит? В первом случае вы будете терять вес, во втором случае вы будете набирать вес. И это абсолютно неизбежно, точно так же, как законы физики и термодинамики, из которых это все и исходит. Кто-то может спросить, при чем здесь термодинамика, при чем здесь физика, при чем здесь даже математика. Но смотрите, что такое калории? Калории – это количество энергии, получаемое при сжигании продукта, одного грамма продукта. И, допустим, если мы сжигаем один грамм углеводов, мы получим четыре калории. Четыре килокалории на самом деле, но очень часто приставку кило опускают и просто говорят о калориях. Если мы сожжем один грамм белка – еще четыре калории. Если один грамм жиров – девять калорий. Что такое энергия? Энергия – это то, что использует ваш организм для того, чтобы двигаться, да? И он может либо это использовать, либо запасать. Таким образом, всю ту энергию, которую вы получили из еды в течение дня, вы можете либо потратить, либо запасти. Если вы в течение дня тратите энергии больше, чем получаете, то вам приходится расходовать запасы из тех, что уже есть в вашем организме. Если же вы в течение дня тратите меньше энергии, чем вы получаете, то ваш организм откладывает излишки энергии к себе. Ну, так сказать, про запас. В результате, в одном из случаев вы будете постепенно терять вес, в другом случае вы будете постепенно набирать вес. И это абсолютно неизбежно. И в этом нет абсолютно никаких чудес. Это простая физика, простая математика. Двигаемся дальше. Как же посчитать свой баланс калорий и понять, сколько вам действительно нужно калорий для жизни и для того, чтобы получить желаемый вес? В интернете можно найти множество разнообразных формул, калькуляторов, схем, как посчитать. Количество калорий для базовой физической активности, человек среднего веса, среднего... Хренотень это все, ребят, на самом деле. Потому что даже два человека, одинаковый вес, одинаковый рост, одинаковые там уровни подготовки, но с разным количеством мышц в организме, они будут тратить в течение дня разное количество энергии. Просто потому, что все ваши мышцы при любом вашем движении, они работают и тратят энергию. В то время, как если у вас побольше жира, жир это просто балласт, который вы перемещаете в пространство и который абсолютно нисколько энергии не тратит. И, соответственно, в этом уже будет различие. Поэтому я предлагаю подойти более научно и не смотреть на эти схемы усредненные, да, а считать конкретно для себя. Итак, предположим, что у большинства из нас рацион довольно такой устойчивый, да, он может меняться в течение дня, может меняться в течение недели, но, в принципе, он более или менее соблюдается все время. То есть мы примерно одно и то же постоянно едим, и для большинства из нас вес действительно остается стабильной величиной, если нет каких-то там потрясений, командировок, поездок, стрессов и прочей ерунды. Вот, наш вес будет представлять собой довольно стабильную штуку. Таким образом, чтобы посчитать количество калорий, наш баланс калорий на текущий момент, нам достаточно просто посчитать калорийность всего нашего рациона. То есть просто сесть, проанализировать все, что мы едим, перевести это в калории, и ранее я уже сказал, как переводится состав в калории, и посчитать, просуммировать. Таким образом, если посчитать где-то за недельку, можно посчитать свою среднюю калорийность рациона в течение дня. Это и будет вашей стартовой точкой для отправления. Причем я хочу заметить, что это будет именно вашей стартовой точкой, то есть эта величина калорийности соответствует именно вам, даже если она посчитана с небольшими погрешностями, но и это именно то число, от которого вам нужно отталкиваться. В дальнейшем, если вы хотите набрать вес, вам просто нужно повысить калорийность рациона. Если вы хотите сбросить вес, вам нужно ее немножко уменьшить. Рекомендуется не гнаться сразу за какими-то большими цифрами, не пытаться похудеть на 20 кг за месяц, а двигаться постепенно, то есть уменьшая калорийность на 5-10, максимум 15%, до тех пор, пока вы снова не стабилизируетесь на новом уровне. То есть после того, как вы уменьшили количество калорий, ваш вес начинает уменьшаться, и в какой-то момент он снова стабилизируется, и это будет ваша новая точка баланса, новый баланс калорий, от которого вы будете двигаться потом дальше. Что делать, если считать калории не очень хочется и не хочется заморачиваться на эту тему? Я отлично вас понимаю. Я сам был таким, хотя потом все-таки сел и посчитал. Можете двигаться исходя из своего рациона. То есть если у вас есть четко записанный рацион, и, допустим, вы хотите набрать дополнительный вес, просто добавьте что-нибудь к этому рациону. На каждодневной основе, допустим, пачку творога добавьте и начинайте ее съедать. Таким образом вы создадите профицит калорий и начнете набирать вес постепенно до тех пор, пока опять же снова не дойдете до новой точки эквилибриума, нового баланса калорий, от которого будете потом двигаться дальше. И я обязательно еще сделаю видеоблог с обзором одной интересной готовой схемы питания, где знающий человек все уже посчитал, разделил, сбалансировал, и вам остается только следовать предложенной схеме, предложенным рекомендациям. На первом этапе этого более чем хватит. Если вы действительно серьезно задумали измениться в плане внешности, то это всегда в первую очередь питание. То есть как бы активно вы не тренировались, если у вас не настроено питание, вы всегда рискуете просто заедать каждую свою тренировку и сводить результаты физической активности на нет. Поэтому заведите дневник питания, где вы будете прям детально записывать, что вы съели, сколько это было день изо дня, и это даст вам материал для анализа. То есть вы сможете понять, что вы едите полезного, что у вас в рационе лишнее, что можно выкинуть для того, чтобы приблизиться ближе к своей цели. Потому что я лично очень часто слышал от людей, которые говорили мне, что едят там за семерых и никак не могут набрать массу, или наоборот говорят, что буквально там на хлебе и воде живут, но никак не могут избавиться от лишнего веса. А когда они начинают анализировать, то реальность оказывается совсем не такой радужной, как они себе представляли. И в первом случае на самом деле был недостаток калорий, то есть человек просто жил на границе своего баланса и не мог никак создать профицит. А во втором случае всякие небольшие закусончики очень сильно добавляли калорийности в общий рацион, и поэтому было тяжело похудеть. Поэтому если вы хотите что-то изменить, вам нужно научиться этим управлять. А для этого нужно фиксировать всегда, что вы делаете. Только так. Потому что, в принципе, это будет просто гадание на кофейной гуще и танцы с бубнами, и какие-то попытки, срывы, вера в интернет-диеты и прочая ерунда. Ребят, здесь нет ничего абсолютно сложного. Здесь просто нужно немножко педантичности такой, да, немного педантичный подход, чтобы просто это записывать. Это нужно сделать буквально там несколько раз в самом начале. После того, как у вас сложится представление о своем рационе, все же будет гораздо проще, и потом вы даже сможете не считать калории, но двигаться в правильном направлении. Вот так. Я уже рассказал вам о калорийности, о том, что разные макроэлементы имеют в виду разную калорийность, но еще хочу сегодня рассказать вам о том, чем они в принципе отличаются друг от друга, и почему важно кушать и белки, и жиры, и углеводы. Белки – это строительный материал, то есть если мы представим аналогию вашего тела в виде домика, то белки – это те самые кирпичики, из которых строится этот самый домик. Жиры – это дерево, то есть вы можете использовать его и как строительный материал, и как источник для энергии, то есть его можно сжечь и получить какое-то количество энергии. И, наконец, углеводы – это электричество, то есть это энергия в чистом виде, которая используется для проведения работ, для обеспечения света, тепла и всего прочего. Она тратится буквально сразу, хотя какое-то количество, безусловно, можно запасти в батареях, но не очень много. Ну и, наконец, различные минералы, минеральные добавки, витамины. Их можно сравнить с драгоценными камнями, которые, в принципе, используются в некоторых отраслях промышленность, то есть те же алмазы используются, и они, в принципе, нужны. Не то чтобы в очень большом количестве, но организму будет с ними проще, поэтому следует следить за тем, чтобы в вашем организме было достаточно этих веществ тоже. Эта аналогия вовсе не моя, её придумал Олег Терен, но она настолько прекрасна, что я просто не могу с вами ей не поделиться, потому что она действительно очень доходчиво объясняет, чем отличаются разные элементы и почему важны и те, и другие третьи. Ну, ещё потому, что, в принципе, ваш организм может превращать одни виды белков в другие и может превращать углеводы в жиры, частично может обратно, и один вид жиров в другой, вот, тоже может делать. Хотя, в принципе, не то чтобы его возможности в этом безграничны. То есть есть определённые незаменимые аминокислоты, содержащиеся в белках, и их организм никак не может синтезировать. Это всё уже другая тема, и я обязательно сделаю видео по белкам отдельно, где всё расскажу. Ну, а сегодня я, наверное, всё сказал, что хотел. Надеюсь, что у вас появилось какое-то первичное представление о том, что такое питание, как начать питаться для того, чтобы достигнуть желаемых целей. Перестанет для вас всё это быть загадкой и волшебством. Вы перестанете верить в интернет-диеты. Обязательно. Не верьте на основу того, что пишут в интернете, там очень-очень много бреда. Всегда подходите с критической точки зрения. Лучше всего откройте учебники по биологии, физиологии, и прямо вот читайте их, потому что там уже всё давно-давно написано. И это даже очень интересно, если начать разбираться. На сегодня всё. С вами был Антон Кучумов. И до встречи в следующих видео. Пока!